Здравствуйте! В прямом эфире программа Телемикс Новости в студии Екатерина Рехтина. Сегодня мы расскажем о самых интересных событиях дня. Смотрите в выпуске. Стихийной торговли конец. Уличных предпринимателей разгоняют. При странных обстоятельствах на Роковской территории ищут пропавшего мужчину. Будем мерзнуть. Морозы ждут уссурийцев на выходных. Получить по заслугам предприниматели помогают округу. Вопреки задумке куница обхитрила ученых. Чемпионат Приморского края. Кто лучший в настольном теннисе? Хранилище старины. День дарителя прошел в музее. Новая акция от строительно-производственной компании «Главмонтаж объединения». В честь Дня матери. Только для женщин, имеющих одного и более детей. До конца декабря. Квартиры по 36 500 рублей за квадратный метр. В строящемся доме по локомотивной 12. Подробности и проектная декларация в офисе компании по адресу Выгонная 2. Телефон 26 93 65. Стихийной торговли в Уссурийске конец. Продажа товара, что называется «земли», получила довольно широкое распространение в нашем городе. Но после такой предпринимательской деятельности на улицах остаются горы мусора. Да и продукция на прилавках сомнительного качества. Представители городской власти вышли в рейд по пресечению торговли в неустановленных местах. Заодно и напомнили нерадивым предпринимателям. Есть специальные места для сбыта товаром. Причем занимать их можно абсолютно бесплатно. Подробности расскажем далее. Бойкая торговля на улице Темирязева. Эта точка продажи известна в Уссурийске около 10 лет. Товар дешевый, правда сомнительного качества. Но пользуются у горожан спросом. Торговцы получают прибыль. А жители ближайших домов терпят неудобства. Дворы превратились в схроны мусора. Поставить точку в этом беспорядке намерены представители власти. Вы объясните, где здесь написано, что можно торговать? Тут уже 100 лет торгуют. Все 100 лет торгуют. Вы скажите, вот вам сколько раз говорилось, пояснялось, что здесь торговать нельзя? Сколько? Много. Почему здесь сидим опять торгуют? Железный аргумент. Но закон есть закон. Не могут сами торговцы устанавливать места для продажи товара. Для этого отведены специальные точки. Так, например, такие площадки есть возле торговых центров. Антарис, Исток и Перекресток. Занимать места для сбыта продуктов, личного подсобного хозяйства люди могут там бесплатно. Есть все условия для продажи. Рядом контейнеры для мусора, есть и туалет. Но так на улице торговать меньше заморочек, не скрывает вот этот молодой человек. Реализацией носков уличный предприниматель занимается около 10 лет. Место насиженное. Пусть и штрафы платит регулярно, но дело свое не оставляет. Зато каждый день оставляет после себя мусор. Это все больно. Это все больно. Это все больно. Время разговоров прошло. На этот раз специалисты настроены решительно. Слишком много жалоб поступает от уссурийцев на эту точку. Специальная бригада собирает мусор. Здесь его накопилось много. Причем долго думать не надо, кто хозяин этих пустых коробок с характерными надписями. Ведь посмотрите, это же практически центр. У нас автовокзал. У нас здесь такое место скопления приезжих лиц. Поэтому мы решили с сегодняшнего дня, вот именно вплотную, как сегодня сделали, вот поубирали все, убрали, очистили, предупреждаем их сейчас. Продолжение стихийного рынка на Чечерина. Прямо под ногами прохожих соленья варенья, якобы домашнего производства. И только осведомленные знают, откуда продукция. В основном с китайского рынка. И та, что отжила свой срок. Вот чье это хозяйство, а? Кто это оставляет? А здесь вот мушек стоит, с такой пучкой, со свалкой, где-то товар. Ну что это такое? По последнему слову торговцы оснастили местечко. Металлическое ограждение, импровизированная витрина из коробок, пакеты, бумажные кульки. Вечером точка пустеет, а мусор остается достоянием общественности. Конечно, к этому я отношусь негативно. Но с другой стороны, можно тоже понять, пенсионеров на их пенсию просто не выжить. Поэтому иногда бывает, ну, например, летом что-то я могу у них приобрести. Мне просто их жалко. Однако бабушек, которые пришли продавать собственноручно связанные носки, здесь единицы. В основном в такие точки продавцов выставляет хозяин товара. Причем сомнительного. Непонятно, где приобретенного. Ведь так дешевле и проще выстраивать свой бизнес, невзирая на законы и существующие нормы. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс. Пожар возле заправочной станции. Сегодня утром произошло возгорание на территории СС по улице Чечерина, напротив магазина Рэми. Пламя возникло в помещении для бойлера, которое находится в офисном здании. На место происшествия выехали четыре автоцистерны. Площадь пожара была небольшой. Огонь удалось потушить достаточно быстро. До станции с топливом пламя не дошло. Пострадавших при возгорании нет. Полиция и волонтеры ищут пропавшего мужчину Григория Ващенко. На поиски Параковской территории вышли 30 человек. Напомню, мужчина пропал в селе Боголюбовке у Сурийского района. Григорий Ващенко исчез после пожара, который произошел в его частном доме в середине ноября. Тело в обгоревшем здании обнаружено не было. На связь не выходил. Поиски продолжаются уже несколько недель. Волонтеры и сотрудники полиции прочесывают лесной массив, осматривают заброшенные дома, чердаки и мусорные контейнеры. Также проводят опрос среди местных жителей, дают ориентировку, передают информацию егерям. Особые приметы пропавшего. Худощавого телосложения. На вид 42-45 лет. Рост выше среднего. Волосы русые с проседью. Глаза голубые. Носовая перегородка искривлена влево. На верхней челюсти нет передних четырех зубов. Если у вас есть какая-либо информация о местенахождении, Григория Ващенко просьба позвонить по телефону, который вы видите на экране. Заявление на регистрацию брака в электронном виде. Сейчас система подачи документа через портал Бусуслуги стала налаженной, сообщили нам сотрудники ЗАГСа. И если в самом дворце бракосочетания пара может подать заявление только за два месяца до желаемой даты, то через портал намного раньше. Например, уже сейчас можно бронировать день и время на весну. В этом большой плюс услуги. Но, увы, на данный момент это не освобождает от необходимости лично встретиться с сотрудниками ЗАГСа. Того требуют законодательства, пояснили нам специалисты. Также из положительных сторон электронного заявления скидка на госпошлину 30%. И вместо 350 рублей заплатите 245. В Уссурийский ЗАГС за год 20 человек подали заявление на регистрацию брака через госуслуги. Через МФЦ 50 человек. Воспользоваться порталом можно круглосуточно. Выходные дни будут морозными в Уссурийске. Извините, ожидается снег. Холодные дни установились в регионе из-за арктического воздуха. Так, сегодня ночью на севере Приморья столбики термометров опустились до минус 36. В субботу и воскресенье погода в нашем городе будет изменчивой. Завтра в Уссурийск придет циклон. На небе облачно, но без существенных осадков. Днем минус 8, минус 12 градусов. Ночью мороз до минус 30. 10 декабря в воскресенье на погоду начнет влиять циклон, который сейчас движется по центральной части Японского моря. Поэтому ждем снег. В темное время суток температура повысится на 5-8 градусов. Днем минус 3, минус 8. Начало новой недели также прогнозируют холодным. Возможны легкие осадки. По сообщению Примгидромета, морозы будут стоять до середины следующей недели. Стоимость одного биткоина превысила 18 тысяч долларов. Тогда как год назад цена цифровой валюты не достигала и тысячи. Стоит ли вкладываться в такие электронные деньги или все же это очередной крупный блеф в истории экономики? Мы решили узнать мнение уссурийцев по этому поводу. Я бы не вложился, потому что не думаю, что это как бы через год будет все-таки расти, может упасть и все, банкрот. Я бы не вложилась, но возможно моя мама, не знаю, наша. Нет, я бы не вложился, не считая стабильной. Это надежнее, удобнее. А если все это рухнет, а палец, как считаете? Ну так же и бумажные могут. Мне кажется, что да, устойчивая валюта. Потому что сейчас развиваются компьютерные технологии, но они в принципе уже не развиваются, а развиты. Я думаю, что за ними будущее, за этими биткоинами. А все эти биткоины, это та же самая пирамида. МММ и все остальное. То есть, кто самый первый взялся за биткоины, тот и получит. А все остальные опять, как всегда, будут за бортом. Возможно, она будет стабильной, но сейчас вкладываться в нее не стоит. Может быть, в 2011, когда она была дешевая, возможно, было в нее вложиться. Но сейчас не думаю. Возможно создавать эти биткоиновые фермы, но это небезопасно, потому что курс может упасть. Насчет стабильности у нас, конечно, уверенности нету, поэтому я не влаживаю. Я вообще не знаю об этой валюте. Пожар в селе Раковка. Из-за короткого замыкания в проводке загорелся дом семьи Дзюба. Старая деревянная постройка мигом вспыхнула. В огне люди потеряли все. О своей беде погорельцы рассказали нашей съемочной группе. О, что огонь устроил. Мы с ребенком утром были дома. Муж утром пошел на работу. Пришла подружка. Это было где-то полодиннадцатого утра. Пришла подружка с ребенком тоже с таким же. И мы сидели с ней, просто общались. Потом Маша говорит, Лена, какой-то запах я слышу. Я пошла на кухню, смотрю в окно. Я вижу, как со стороны веранды искры какие-то летят. Я открыла дверь, в которой я вижу, как с правой стороны уже все в коридоре просто горит, пылает. Я схватила ребенка, я кричу, Маша, Маша, выходи быстро. Мам, почему ты плачешь? А я вообще не поняла, что вообще, что говорим. Я вообще даже не поняла. Получается, подхожу, открываю дверь, а там вообще, там уже даже выйти невозможно. Ребенка взяла на руки. У нас там буквально были минуты считанные, чтобы просто оттуда вообще как-то выбежать. В общем, вышла я через окно. Хорошо, что это окно пластиковое, то, что можно открыть, сетку там снять. Я сетку выбила. Вообще все очень быстро произошло. Но вообще говорят, что это дома старые, что они уже сухие. Им больше 50 лет, как бы там не 60. Я уже приехал, то есть где-то минут через 40 после всего этого. Тут уже были пожарные, тушили. Две машины приехали пожарных. То есть начали тушить, спасли вот соседа. То есть горели полностью до тламы, получается. Возможно, документы уцелели. Сейчас пытаюсь. Тут шкаф, по всей видимости, упал. И, возможно, под ним лежала папка с документами. Я надеюсь, все найти. А так, в принципе, ничего не уцелело. Вот я написала, чтобы помогите, пожалуйста, одежду хоть какую-нибудь. Люди начали привозить. Спасибо огромное. Вообще одели вот все, куртку, все, даже новые вещи с этикетками привозили. Очень много. То, что у нас остается, мы сразу волонтерам отдаем. И сразу, может быть, тоже кому-то надо. Не дай бог в такой ситуации, как мы. Я, честно, не ожидал, что вот такая поддержка будет. То есть люди действительно муссурийски отзывчивые. И действительно люди помогли. Спасибо им большое. Сейчас финансы у нас, конечно, трудности очень большие. Ну, как-то будем выживать, не знаю. Покупка и возврат товара. Всегда в этой области много споров между продавцом и покупателем. В каком случае вещь в магазин вернуть нельзя, расскажем в нашей постоянной рубрике «Телеконсультант». Купила пальто, продавец сказал, что на него хорошая скидка. Я его ни разу не успела надеть. Спустя три недели увидела такое же, без скидки и гораздо дешевле. Подскажите, могу ли я вернуть этот товар или уже нет? Ну, вообще закон защиты права потребителей подразумевает ответственность продавца за недостоверную информацию. Однако тут потребителю будет достаточно сложно доказать. Во-первых, что именно продавец гарантировал, что иной цены в городе нет, и это цена самая низкая. А второй момент, что действительно в этот день цена на этот товар не была той, которую она увидела спустя три недели. То есть, если она эти два момента доказать сможет, свидетельствами, показания, либо аудио-видеозаписью, то да, попробовать взыскать разницу, либо расторгнуть договор можно. В первую очередь, то есть здесь, если апеллировать именно по недобросовестной информации, то надо доказать факт того, что эта информация была. То есть, именно что пальто стоило, ну, например, 5 тысяч рублей, да, именно в этот день. То есть, очень, то есть, это достаточно сложно доказать. Тем более, если она об этом узнала спустя только две-три недели, то получить информацию задним числом, это практически нереально. Да, когда продавцы говорят о самой выгодной цене, это надо проверять. То есть, все рекомендуют делать паузу перед покупкой, проверять цены, а потом уже на холодную голову покупать. Недаром есть пословица «Утро вечера мудренее». Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами, вскоре вы увидите. Получить по заслугам предприниматели помогают округу. Вопреки задумке, куница обхитрила ученых. Чемпионат Приморского края. Кто лучший в настольном теннисе? Хранилище старины. День дарителя прошел в музее. Новогодняя акция от мебельного салона «Эго». При заказе кухни от фабрики «Кехенберг» посудомоечная машина «Бош» в подарок. Кухни «Кехенберг». Кухни с немецким акцентом. Декор для дома – это современный и стильный магазин декора на любой вкус. Нежные предметы домашнего интерьера и яркие украшения офисов, бутиков и салонов красоты. Здесь вы найдете большой выбор новогодних сувениров, игрушек и подарков. Декор для дома. Все мечты на полочках. Склад «Магазин Дружба» Павла Чаевская, 66 – это большой выбор канцелярий. А также это качественный, удобный, комфортный, женский и детский текстиль. Чулочно-носочные изделия, головные уборы и низкие цены. Приходите. «Магазин Дружба» Павла Чаевская, 66. До сих пор тратишь деньги на объявления? Зачем платить? Новый сайт slondv.ru Все объявления бесплатно. Простая регистрация на сайте. Хочешь продать или купить? slondv.ru Настало время покупать подарки. Значит, пора в Евразию. Актова розничная база «Евразия». Даже Деду Морозу выгодно. Товары от 40 рублей. Резервная – 17. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс Новости». Продолжаем. Чума не пройдет. Опасный для свиней вирус. Стараются не пустить фермерские хозяйства и частные подворья. В Раковской территории устанавливают дисбарьер, вакцинируют скот, ведут работу с жителями. По словам специалистов, многие селяне недооценивают опасность. Если заболеет одно животное, погибнет все поголовье. Проход и проезд запрещен. На границе Раковского охотничьего хозяйства уже перекрыта дорога, а скоро здесь поставят дисбарьер для обработки машин. Таким образом, специалисты стараются остановить распространение классической чумы свиней. Вирус уже обнаружили в соседней Боголюбовке, в мясе диких кабанов. У нас вообще три положительных результата. Первый был у нас 24-го, 11-го, 2017-го года. И на основании вот этого положительного результата у нас введены ограничительные мероприятия. Вирус сам по себе не пройдет без дезосредств. Вирус очень устойчивый, очень быстро и широко распространяется. Для человека болезнь не страшна, но чума одинаково опасна как для диких, так и для домашних свиней. Если в природе больше 80% животных гибнут, то человек в силах спасти своих питомцев. Ветеринары готовы ежедневно приезжать в село и делать свиньям прививки абсолютно бесплатно. У меня все поголовье, все вакцинировано. Все прививки выполняются всегда вовремя, когда приезжают ветеринары. Мы все выполняем, никогда ворота у нас не закрываются. То есть я спокоен за свое поголовье. Все сделано как положено. Правда, согласие на вакцинацию дает только пятая часть владельцев скота. После процедуры забивать животное на мясо можно через две недели. А селяне хотят продавать туши уже сейчас. И надеются, что беда обойдет стороной. Но на счету каждый день вакцинация мера обязательная. За отказ привить домашних свиней селян ждет штраф от двух до пяти тысяч рублей. Вы будете наказаны в соответствии с кодексом об административном правонарушении. В том числе вам будет выдано предписание, которое обяжет вас провести эту акцинацию. Если вы не будете проводить, будем наказывать постоянно. Выдавать предписание до тех пор, пока у вас деньги не закончатся или пока вы не провоцинированы. Специалисты призывают селян не охотиться и ограничить походы в лес, особенно с собаками. Псы разносят опасный для свиней вирус. Основные показатели заболевания – посинение ушей и пятачков, общая угнетенность животного. При первых симптомах стоит немедленно обращаться к ветеринару. Анна Клыга, Антон Войцеховский, Телемикс. Бизнесмены получат по заслугам. За помощь жителям во время августовского наводнения предприниматели отметят в администрации округа. Откроют серию сюжетов про меценатов. История Анюты Хигай, руководителя компании «Аннушка». 17 лет на приморском рынке. Руководитель компании «Аннушка» Анюта Хигай знает толк в приготовлении разных блюд. В начале карьеры сама стояла на месте повара и ежедневно выпускала 8 видов салата. Изначально все, сама своими руками вот это все добилась. И была и технологом, была и бухгалтером, была и эспедитором, была и директором. А сейчас уже все производство наладилось, у меня уже все на свои места. Сейчас Аннушка может похвастаться разнообразием салатов – майонезных и корейских. Больше 120 видов, каждый из которых успешно прошел сертификацию. Работают здесь только по предварительным заявкам. Рано утром повара начинают резать продукты, собирать по рецепту. И в 9 утра готовые контейнеры уже направляются на прилавки магазинов. Технологи стараются пополнять ассортимент, ориентируясь на запросы покупателей. Если к Пасхе, мы стараемся где-то в постные дни изготовить салаты, которые более к посту. На Новый год, наоборот, салаты более дорогие, вкусные, которые люди покупают. Они знают, что Новый год это бывает один раз в году, и поэтому стараются купить подороже, повкуснее. Есть у нас салаты на любых потребителей. Пользуются спросом и вторые блюда. Более ста наименований продукции, которая полностью готовится на этом предприятии. В ассортименте знакомые гарниры, привычные для многих россиян мясные и рыбные блюда. А это самый молодой цех компании «Аннушка», где для жителей Приморья выпекают печенье, пирожки, пиццу и еще много всего. 12 работников ежедневно выпускают 5000 изделий. Всего за 4 часа активной работы. В распоряжении кулинаров современная техника, но где это возможно, предпочтение отдают традициям. А стараемся придерживать тех рецептур, которые пользовались наши мамы, наши бабушки. Та сдоба действительно, она самая настоящая, она от души. Мы даже, вы знаете, мы даже тесто замешиваем вручную при наличии всех наших, нашего оборудования. Но мы стараемся какое-то тесто замешивать вручную, потому что оно потом дышит. За 17 лет на уссурийском рынке Анюта Хигай и ее предприятие заработали отличную репутацию. «Аннушку» знают как удачный проект, а ее руководителя – как лидера и мецената. Как предприниматель она принимала активное участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванных обильным паводком в августе месяце этого года. А также на базе ее собственного кафе ежегодно она организует благотворительные бесплатные обеды для пожилых людей и инвалидов, в декаду инвалидов и в день пожилого человека. Анюта Афанасьевна рассказала, делает это абсолютно искренне, ведь участие в жизни других людей оставляет отпечаток и в ее личной судьбе. Всевышний Бог, Он всегда мне помогает. И я тоже должна людям помочь. Я считаю, например, так. Понимаете, да? Вот из-за этого видите, сколько я людям помогаю и столько же сверху я получаю. Сейчас опытный предприниматель немного в стороне, решила уступить место молодым и передать свое дело детям. У Анюты Хига есть еще несколько успешных проектов, на которые и направляет свою энергию. Но компания «Аннушка» остается самой первой и самой родной. Анна Клыга, Сергей Флоренцев, Телемикс. Куница обхитрила ученых земли леопарда. Специалисты во время проведения ветеринарных исследований установили ловушки для животных. Но кое-кто из зверей решил действовать вопреки задумке. Хищник регулярно опустошал контейнеры с приманкой. Куница аккуратно добиралась до еды и здесь же, рядом с ловушкой, лакомилась добычей. Напомним, ученые земли леопарда проводят медосмотр мелких животных, чтобы выявить потенциально опасные инфекции. Ведь некоторые заболевания могут угрожать дальневосточному леопарду и амурскому тигру. За месяцы исследований удалось проверить состояние здоровья самых разных лесных обитателей. Однако такой казус, как с куницей, произошел впервые. Специалисты стали находить пустые контейнеры. Благодаря фотоловушкам удалось выяснить, куда пропадает приманка. Виновницей оказалась харза. Желтогрудая куница несколько раз ловко вытаскивала еду и при этом не попадалась в ловушку. Зверь остался неуловимым, а поймать животное стало настоящим вызовом для ученых. Сегодня стартовал чемпионат Приморского края по настольному теннису. В соревнованиях участвовал 91 спортсмен. 13 из них выступили от Уссурийска. Турнир проходит с 8 по 10 декабря в зале спорткомплекса «Локомотив». Сегодня проводились игры в подгруппах и смешанных парах. В субботу спортсмены выступят в личном и парном зачетах за выход в финал. Лучшие определятся уже в воскресенье. В этот же день в 18.30 пройдет награждение победителей и призеров. Сильнейшие спортсмены смогут поехать на первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа. Мы все из детства, мы все практически играли в свое время настольный теннис. Но не каждый стал выдающимся спортсменом. Мы надеемся, что вы ими станете. У вас есть все возможности, все условия, а самое главное – стремление и желание. День дарителя прошел в городском музее. В хранилище старины собрались люди, которые помогают оплоту историю пополнять выставочный фонд. Не секрет, что 90% экспонатов нашего музея перекочевали сюда из уссурийских домов и квартир. Вот уже седьмой год подряд в декабре дарители собираются для общения, пьют чай, рассматривают экспозиции, замечают свои вещи на полках и стеллажах, старые монеты и куперы, вазочки и статуэтки, ветки и книги и документы. В музее рады любой интересной вещице, которая сможет рассказать свою историю. Причем дарители находятся и далеко, за пределами края. По почте в Уссурийск приходят фотографии, открытки, какие-то предметы, связанные с развитием нашего города. В этот раз почетных гостей музея также познакомили с новой исторической выставкой. Новая коллекция шуб российского производства специально для уссурийцев. Выставка продажи меховых изделий Кировской компании «Королевская зима» приглашает модниц в дом художника за удачными покупками. Тепло, модно, а еще очень красиво – все это о продукции Кировской компании «Королевская зима». На выставке продажи разнообразие изделий из норки, нутрии, австралийского мутона и лисицы. Выбор богатый, как и сам мех. Модели устроят даже самых избирательных покупателей. Есть и классика, и ультрамодные фасоны. Например, красивая и в то же время практичная шуба-трансформер на все случаи жизни. Все модели снабжены электронными чипами. По индивидуальному коду можно узнать информацию о каждом изделии. Также на выставке много вариантов балоньевых курток и пуховиков. Большой выбор головных уборов и шарфов. Покупателей приятно удивят акции и скидки до 50%. Действует рассрочка без первоначального взноса и переплат до двух лет. Так что всем, кто мерзнет, пора за шубой. Выставка продажа будет работать с 9 по 11 декабря в Доме художника. У меня на этом пока все. Сюжеты вы сможете увидеть и на нашем сайте телемикс.тв. В студии работала Екатерина Рехтина. До встречи на нашем канале.